Картина Репина Душ? Или как? Душ? А что душ? Душ дорогого Быстро есть какая-то торжественная Привет, Леночка Привет, Леночка Ты за дверью не спряталась, да? Да Это Володя что ли тут? Да нет, это не я А как ты попал сюда Володя? Да вот ехал и ехал и приехал И приехал? А я думаю Вот я там Брат, а вот снимал с окна прям Если на запись, то надо помалкивать Да ты что? А я думал Это для истории Голос услышат, Володя? Услышат, да Голос нервит А я сегодня кроткого молчаливого духа Я сегодня хочу брата Ивана послушать Хоть что-нибудь Или песню есть и поклари Нет, мы уже пошли Заходи, заходи Не, будем рекламировать твою Дай лепешку еще есть Мы взяли с собой Все взяли с собой Рекламировать это значит Лена я тебе переведу Рекламировать это по немецки значит И как делать Наоборот Отправлять обратно Отправлять обратно А по нашему наоборот Вот мы назад отправили Ну мы так говорим как ты Так что не ведут проблемы Понял Интересный такой Бодрый Хэндрих Хэндрих Келлер Келлер, да Ну я удивился он так Он и поет и проповедует У него фирма своя большая 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 20 кг больше Управляет на Украину каждый год Сам по 6 раз ездит сюда Своим ходом Ну наверное тогда мы робко В десятки что ли Вроде и ходим это И зимой ездит сам везде А люди мрал что у Фармана Как и Ника, да? Там раз и поехал Ну как у него в этот чемодан Этот трог что складывает Это вообще Чудо Гарик очень вкусный Ну а сейчас еще гречка будет Ооооо Сейчас сейчас Переложим Я не решила Ваня а ты что фасоли не поил? Так Давай Пошли Орень Ага Ты свини Илья Ага Не хочу Складывает Курочкам заверни домой Ха-ха-ха-ха У него свои курочки нет Так Кабучелек Чудо Там Сестричка рядом сидит А у вас что нету сборника А я всегда там Ну никто так кроет Держит Вот Я говорю нету Хорошо я вам на следующее собрание принесу А сестру звали Вера Так прям такое имя Да? Мне приносят сборники Он с тех пор у меня есть Он со мной приехал В Германию Так было трудно во Фринланде Да? Все таки я так боялась ехать в Германию Думаю Ну нам же там что рисовали Ой немцы Это же все с рогами там Они там все Они там все Перережут Все Такие злые люди Это там все Я ехала Вот так вот тряслась Думаю Это Куда я еду Ну ради ребенка только ехали Думаю Как-нибудь я уже доживу Чтобы только ребенок А она была вся Вся вы Изнутри вся немочка Все Где-то вот эти Песни Эти вот Танцы начинаются Там были же фестивали всякие И все Она прям вся там Она прям вся там Вот это все ее было Ну как вот И за ребенка я поехала Думаю Приехала И вот так открывала Не знала ни мотива Ничего открываю И начинаю петь Она поется Я так вот пела И пела И песня вот эта мне Сильно-сильно нравилась Не тоскуй ты душа дорогая Ой Как я ее любила Вот Сижу в этом бараке Смотрю на эти горы Думаю Что меня здесь ждет И вот пою не тоскует И душа дорогая Вот это сильно поддержала Этот сборник Я когда-нибудь Хочу написать такой рассказ О том Что мне Вера подарила Сборник Я бы хотела Чтобы Пиши пока еще живая А ты помнишь Потом не напишешь Сейчас мне сборник будет Книжку делаю Стихи свои Стихи и Словы Наконец-то я ее Додолбал Ну Я говорю Столько стихов у нее своих Да Чужих печатать А свои не лежат Ну я уже подумала Когда мне помирать собрала Думаю А что же я Секрет Имеет держать Верила что немцы с рогами Журналист С высшим образованием Верила что Мой дом Мой дом И я Служить хотим Тебе Христов Лишь Одному Но Дай мне Силы Самому Послушным быть Рабом Твоим Но Дай мне Силы Самому Послушным быть Рабом Твоим Но Дай мне Силы Послушным быть Рабом Твоим Кромс Стрелях Я Дай мне Тах Тех Стрелях За Тах Все Которых должен жить, которых должен я любить. Да, лишь мы слезы занят, я, чтоб я и вся моя семья Воздвигли в сердце нашим храм Твоим спасительным словам. Воздвигли в сердце нашим храм Твоим спасительным словам. Тебе, как жертва, даю себя и всю мою семью. Услышь, Господь, мольбу мою И благодать излез мою. Услышь, Господь, мольбу мою И благодать излез мою. Прям слезу вышибает. У меня на дыхание идет, а Ваня с высшего на низшее дыхание. Это такая песня, в которой я стихи рассказывал. Ну, а сейчас я хочу ее напредать мелодию. Ну, она вообще-то и поется, но... У-у-у-у-у-у... У-у-у-у-у-у... У-у-у-у-у... Бывают минуты какие-то стены... Стоят предо мною и Богом моим. И кажется, мир беспредельно окромен. А небо, небо далеким, далеким таким. Когда мы поехали в Австралию, это был 1999 год, как раз по 2000. В декабре, 9 декабря мы выехали отсюда. В общем, три недели мы там находились. Поехала группа отсюда, с Германии. Это Иоанна Сараевна, вы знаете. Ну короче, они меня пригласили. Группа одна была, должна поехать туда. Но у них что-то не получилось и меня пригласили. И моя дочь поехала. Потом еще, в общем, шесть человек у нас состояло группа. Ну, когда мы приехали в Австралию, у нас было запланировано евангелиционное правление. У нас во всех церкви, во всех городах были перелеты. По термину мы там два-три дня и перелетали, и перелетали во все эти города, которые были у нас уже запланированы. Но вот мы прилетели в одну церковь, я забыл уже, или Брисбан, или Эдилай. И я там внес служение с Тиханом. И вот, когда мы приехали в одну церковь, которая уже нас ожидали, и меня попросили снова рассказать стих. Вот именно тот стих, который я уже много раз рассказывал. Когда подошли, я говорю, ну, слушайте, я уже рассказывал, а мне наши сотрудники, которые... Расскажи стих здесь, здесь у них есть человек, который гость, который приехал с Азербайджана. Ну, я взял свой стих, да, и это словечко Азербайджану вписал. И когда я стал рассказывать, там он так начинается, от финских скал до Азербайджана, от инда до полярных мест по всей планете... В общем, я вписал в этот стих одно слово Азербайджана. Когда я его прочитал, этот стих, идет наперед до меня мужчина. Идет здоровый такой мужчина и вот так вот руками машет кулаками. И прямо направление до меня идет. Я думаю, ну, да рассказывал, сейчас он что-то неправильно сказал. Ты знаешь, когда подбежал до меня, схватил меня, он здоровый мужчина был из Азербайджана. Оказывается, как начало меня обнимать, как начало меня целовать и говорить, что ты со мной сделал? Ты, говорит, растревожил мое сердце, ты разбил, ты нарушил, ты нарушил покой моего сердца. И со слезами. Оказывается, кто он такой? Я же не знал, кто он такой. Мне не сказали, я не знал, кто он такой. Оказывается, президент Азербайджана был, Рахимов. Сейчас после него был Алиев, а потом Алиев сейчас уже тоже умер. Но до этого был он. И он приехал в Азербайджан, у него сын живет в Австралии. И он приехал туда посетить сына. И как он попал туда, он рассказывал. Когда он был во власти, то в те годы очень много собирались. Знаешь, отделенные много собирались в лесу где-нибудь или везде. И всегда были доносчики, доносили ему, что вот там он верующий собирается. И вот он вызывал всех этих представителей и стал с ними беседовать. И он говорит, вы знаете что, я не против, что вы собираетесь. Но вы так собираетесь, чтобы от вас не было брызгов. И вот как Бог создал, что он попал в эти брызги. Он приехал туда, сын его покаялся. Он был в студии, это целая история, я не буду рассказывать ее. И он в Америке, он там молодежь раздавала... Короче, он пришел туда, стал посещать и покаялся его сыну. И теперь он так, сложилась судьба, он уехал в Австралию, женился на одной верующей нашей сестре и стал там жить. И теперь отец приезжает к нему в Австралию уже посмотреть свою внучку. И как раз попадает в собрание. Вот такая вот целая история была с ним. И вот он к нему там находился. Мы на пляжу были с ними, ходили везде. И вот там тогда проходили эти вот евреи, которые узнавали его профессора. Они встречались, с ним разговаривали. Вот я говорю, почему? Я говорю, очень много в Австралии евреев. Стриг трав. Да. И тут он поставил свое стекло. Устал. Стул. Стуль. Стуль. Устал сильно. И вот так, сзади стекло, а тут стул, а я там. И он как сел, а стул что-то это... Открылся и туда. Да. И он, Ваня, вверх ногами, да, по окну как, да, стулом. И не может. Воздух, тут воздух, тут воздух, да. А у него, значит, ноги висят, а голова эта внизу. А вот так получилось, стуло сложилось. У него такие дубовые. Такие стулья. У нас сложилось, я ударился об стекло. Ну, не разбил я его. Ну, сильно хорошо ударился. И он меня как-то зажало, и я не могу ни туда, ни сюда. И вот так вот, видишь. И он висит вот так. Да, да, да. Зажало. Никогда. Не схватиться, ничего нет. Я говорю, Ванька, ты это, мне на 5 копеек работы сделал, а стекло чуть не разбил. Тысячу стоит, я говорю. Да. Ну, теперь его надо спасать как-то, вытаскивать его. Я его, значит, я говорю, ну давай, Ваня. Ты ж меня выручаешь, я ж тебя тоже должен выручать. Я вот так беру его, да, и тяну. Нет. И моя коляска туда летит. Я говорю, не, Ваня, подожди. Сейчас я повернусь вот так, правая рука крепче. Вот так я повернулся. Зажал так-то вот. Взялся за обод вот здесь. Я говорю, давай, Ваня, держи. Я его поднимаю вот так вот, поднимаю, тащу. И стул у меня поднялся вот так. Туда-сюда вот. Прямо чуть на мне не полетел. Чуть-чуть я не упал, да. Думаю, ну сейчас тут будет дело. Ну все-таки я его вытащил. И кое-как вот, значит, я прякся немножко. А что ты бы на него упал? Тогда я зацепился. Ну что-нибудь помогали, как жуки ногами вверх. Вот так. А Баун сам виноват. Он говорит, ну садись, отдохнись. Я виноват. Он сел, а я виноват. Видишь, я его ругаю, видишь, сам свалился, а я виноват. Вот так хорошо, Ваня, инвалиды иногда пригодятся. Так что смотри. Жизнь тебе спасет. Ну что, давайте споем что-нибудь. Ваня, ты что-нибудь расскажи. Спой. О, Валик, О, Валик. А вот Лена, пускай еще. Еще Лена, что-нибудь расскажи ей. Лена приехала, говорит, я так хочу Ваню послушать. Ну я же уже его. Чего ты уже? Ну мы Лену тоже послушаем с удовольствием, если еще что-то есть. Да, я понимаю. Все, все молчат, Лена и Ваня участвуют. О, Лена и Ваня. Даже мне не дадут слова. Правда что? Да ладно, ладно, давайте. Ты работаешь, Ваня. Ну, друзья уже это слышали, вот брат Иван слышал. Я хочу прочистить. Это твое, да? Нет, я переписываюсь. Кстати, Суворин Сергей. Кто? А, Суворин Сергей. Да, ну как, закончил письмо, один из заключенных братьев, да, вот таким как стихотворением, я не знаю как это сказать, но глубокое, мне понравилось, я написала. Я просил здоровья, чтобы совершать великие дела. Я стал немощным, чтобы совершать лучшие дела. Я просил богатства, чтобы быть счастливым, и я стал бедным, чтобы быть мудрым. Я просил власти, чтобы добиться славы людьми. Я стал слабым, чтобы ощутить мудрым боги. Я просил всего, чтобы наслаждаться жизнью. Я получил жизнь, чтобы наслаждаться всем. Ага, хорошо, хорошая мысль. Теперь дальше, сестра Галина. Да, 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 покажи, все дыхание захватило. Я прозревшая стала. Пусть не зрячесть мне грозит в грядущие дни или годи. Я от воли Божией не прячусь. Лишь бы путь мой был ему угоден. Как мне рассказать вам, кто умеет Разглядеть все звезды в небесводе, Что кромешный мрак вами владеет, Что душа страдает в несвободе. По земному зрячих мне вас жалко, Мне, который скоро свет отсветит. Но иное солнце вспыхнет ярко Не в глазах души моей навеки. Пусть же будет воля твоя Божия. Но прошу, продли свое терпение. Здесь ослепшим душам кто поможет? Кто же им расскажет о прозрении? Только мы, спасенные тобой. Только нас ты в мир сей посылаешь. Только нас, своей святой любовью, Светом сердца ты благословляешь. Ну и крещение в тюремном дворе, в дворе еще есть. Такая пришла фотография от Левченко. Да, от Левченко. Какая крещение его и его сокамерника в тюремном дворе. Я написала стихотворение. Тюремная камера. Крепкий замок. Шаги надзирателя по коридору. Ты вынес все это. Ты выжил. Ты смог. И вот он, колодцем прогулочный дворик. И детский бассейн надувная купель. Цветные зверушки, смешные фигурки. Сейчас распахнется небесная дверь. И станут святыми вчерашние урки. И пусть зарешочено небо дворами. И пусть вдалеке лают грозно овчарки. Вчера ты лишь зэк. А сегодня наш брат. Над сердцем невластны греховные чары. Да с силы Господь победит свою плоть. Да с силы завет сей вовек не нарушить. Стрениже на небо. Оно так светло, так нежно и трепетно ждет твою душу. Что там есть по-моему что-то? Перевошел. Да, брат Иван. А я стихи перестал писать. Вот тогда с прежнего. Из прежнего что-нибудь. Из прежнего что-нибудь. Хорошая мысль просто. Скажи какую-нибудь. Последнюю. Мне приятно здесь быть с вами в общении. Это говорится, что скоро откланяемся. Брата Гарри. Я в тот раз был. Я не знаю или вас здесь не было. Он сейчас 5 лет в стороне. Вы мне показывали. Здесь камин будет стоять. Я у вас здесь что-то делал. У тебя еще не было. Мы как раз дом купили. А мы приезжали смотреть тот дом. Мы доводили нас еще туда. Ага. Может церкви купить или еще что-то. Тогда здесь эти все газармы продавались. Ооо, там сейчас какой дом. Да, да. Многое небо там еще. Потом так вот это. Но все равно рад, что здесь творческие люди собрались. Что стихи читаются и поются. Хорошо. Теперь Мария. Я не творческий человек. Курц. Четверстищий просто какой-нибудь. Кто не слушается Бога и капризничает много, Бог положит на кровать. Будешь долго там лежать. Перестанешь тогда я как будешь. Богу горько плакать. Боже встать не разреши. А Бог скажет полежи. Ага. Ну вон Петр. Я на него снимаю. Я на что-то не снимаю. Детские, да? Знаешь, что нам рассказывал. У нее очень тяжелая болезнь. От этой болезни умерла ее дочь. Это очень качественная болезнь. Асенька от излокачественной болезни коля. Это односледственная. И она вечерю принимает тоже дома уже. В собрании. Иногда ее возили. Но сейчас уже. Да. И это самое. И вот мы выпустили ее книжку христианских стихов детских. И она сама ее отиллюстрировала. Такие дела. Так что. Это просто когда будете молиться. Не забывайте ее. И вот там вот у вас. Увидите. На последней страничке. Мы ждем тебя Соня. Уже обратите пожалуйста внимание. У нас была она в телефоне доверия Юлия Бескер. Многие годы она дежурила. И потом получилось так, что она будучи беременной ее парализовала. А у вас ребенка беременна была. И не могли применять никакие лекарства для нее. Потому что ребенок был врачей. И теперь девочка. Ну она сейчас отошла. Она может говорить. Соня. Говорить. И по-моему немножечко ходить. Но совсем немного. И вот она в нее варень. На одной стороне варень. Видимо Кесарева будет то, что говорят. что так. И она. В общем. Проверили врачей. Малышку. Девочка будет. Хотят назвать ее Соней. И в связи с тем, что во время беременности, когда формировался организм, был паралич, то у девочки не будут левые ножки до колена. Вот. Поэтому мы призвали всех наших читателей молиться во первых. А во вторых. Просто послать ей врачи. Соню сказать. Крыточку. Или что-то приятное. Или там. Может немножко конфеты. Или там какую-то игрушку для малышки. Или еще что-то. Вот мы там написали. Если Бог расположит ваше сердце. Мы дадим адрес. Содаем. Кто нам знает. И чтобы это. Чтобы их поддержать. У них шестеро детей. Еще кроме Сонечки. Вот если Сонечка появится. И чтобы их поддержать. Они, ну, как сказать. Почти все несовершеннолетние. Узнаете, кто это. Чей это стих. Я хочу, чтобы вы узнаете. Устала. Может быть, не знаю. От неуюта и дорог. Боль зам, что раны заживляет. Мне милосердный дарит Бог. Мне милосердный дарит Бог. Без страха я навстречу ветру. Иду и не кляну судьбу. Ведь он дает такую веру. В то, что он сам ведет борьбу. Что он сам ведет борьбу. Со всеми бедами модими. Со всеми полями во мне. В о чем надежды греет имя. Его меня в ненастном дне. Его меня в ненастном дне. И все тогда душе по силам перенести. Пережить. И никакая в мире сила Не даст нам сил светлее жить. И никакая в мире сила Не даст нам сил святлее жить. Я так думал, действительно, сколько силы нужно, чтобы не пасть духом и жить дальше. Это, ну вот сейчас веселые и радостные. А иногда бывает такое настроение, что уже сил нету дальше жить. Нету. Я, когда вот лежал в больнице, очень часто испытывал это. Уже не могу. Все уже. Я на исходе. Я говорю, Господи, не могу. Не могу. Или помоги, или забери. Уже нет сил дальше бороться, да? А потом Господь опять дает как-то силу. И вот так думаешь, вся жизнь она в борьбе. Вся жизнь в борьбе. Сложишь руки, все. И считай, проиграл жизнь. А бороться надо. Бороться надо. Всю жизнь дух борется против плоти, против духа. Павел был, какой он, благовестник. Да и то говорит, вот доброго, которого хочу делать, не делай. А злое, которое не хочу делать, делай. Вот сила. Никакая в мире сила. Две силы есть, да? Или Божья, или сила сатаны. Кому-то вот человек поклоняется. Кто кому служит, тот того и рад, да? Как Христос говорит. И вот историки говорят, что великий государь Александр Македонский, завоеватель всего мира, однажды заплакал горько. Приходит придворный мудрец, там у них же во дворцах всегда мудрецы были такие, да? И пошутить, и мудрое слово сказать. От чего великий государь плачет? Он говорит, да я вот всех и всю победил, и теперь некого побеждать больше. Завоеватель мира, да? Некого побеждать. И вот плачет. Некого побеждать, говорит мудрец. А ты побеждай самого себя, говорит. Ну а всю жизнь этой войны хватит, говорит. Вот действительно я так подумал. Мы все хотим кого-то победить, да? Кого-то покорить. Страны, государства, и Гитлеры, и Сталин, и Мусульни, и кто только и не. Хотят все время весь мир завоевать, да? А вот себя самого не могут победить, не могут. Вот здесь нужна сила. Доброго, которого хочу делать, не делаю. А злое, которого не хочу делать, делаю. Кто избавит меня от силы тела смерти? Благодарю Бога моего через Иисуса Христа. Как хорошо, что мы все-таки имеем Христа, где мы можем черпать эту силу, когда мы устаем на этом жизненном пути. Ой, и что такое? Здесь плохо. И скрипка. Там написано, что скрипка впервые, которую мы послали, вот, начала служение в этом, которое, вот, написано. Вот этот мальчишечек. Покаяние. Молятся они. Вот. Кто кается, кто просто смотрит, кто... Это тоже, это колония. Несколько колоний. После призывов Каим гики охотно читают Забыто Алтарь. Сейчас я смотрю. Так. Вот они все разбирают, читают. Забыто Алтарь. Там мы послали целый этот... Ой, Алтарь и книжки там. Ну, это вы видели. Прекрасно рисует, нигде не учившись. Это дар Божий. Вот сейчас мы... Вот так и стоит, да. А то ты генералу все это... Закрываешь. Не обещание вижу. Вот это детки. Вот это вот, видите, они больные. Это дети инвалиды. Женка, которая делает рисунки, которая плохо видит и которая нигде не училась. А сейчас ее рисунок будет. Вы ее посмотрели, да? Вот она в руках держит. Видите девочки? Рисует она так. Там еще ее пару рисунков. Эти... Краски. Краски поставили такое. Фломастеры. Фломастеры. Все что... То что она... Это же талант. Где живет? Ну, подо Львовом где-то, на Украине. Вот. Вот. Ибо больной ребенок почти не видит. Оля Наденко нужна. Но она, вы посмотрите. Она рисует, видимо, у нее тоже вот какая-то умственная отсталость, да? Да. Она под себя как-то. И она как вот она под себя рисует. Видите, у всех узкий лоб. Что-то такое вот это. Она вот так рисует. Она так понимает, что это нормальные, хорошие люди. Вот манера выразить. Вот смотрите, как будто он говорит...